Право понятны. Право понятны сороковые заседания по делу седьмой студии. Суд назначил новую экспертизу и разрешил подсудимым участвовать в ней. Коммерсант от 15 апреля 2019 года, 9.46. Мещанский суд Москвы 15 апреля постановил провести по делу седьмой студии новую комплексную экспертизу. Теперь эксперты должны ответить, сколько Минкульт выделил денег седьмой студии на проведение платформы и все литраты были целевыми. Суд не стал задавать экспертам социоискусствоведческие вопросы, о чем просила защита, но зато разрешил подсудимым участвовать в экспертизе. Пока готовится экспертиза, в деле объявлена двухмесячная пауза до 17 июня. 11.16. В связи с назначением экспертизы заседания по делу прекращаются до 17 июня. 11.15. Права понятны? Да, отвечают судьи. Никто отводов и ходатайств не заявляет. 11.14. На этом судья закончила зачитывать постановление. Все сели на свои места. Секретарь зачитала явку. Судья еще раз зачитывает права подсудимым при проведении экспертизы. Она говорит, что подсудимые и их защитники вправе оспорить постановление о проведении экспертизы в любой его части. 11.14. Суд поставил перед экспертами такие вопросы. В каком размере в 2011-2014 годах на счета 7-й студии поступили деньги Минкульта? В каком количестве поступали деньги из других источников? Какова общая сумма расходов? Осуществлялись ли расходы, не связанные с платформой? Сколько и когда переводились деньги на счеты контор, которые в обвинительном заключении называются обнальными? Суд разрешил присутствовать подсудимым на экспертизе при необходимости. 11.8. Суд отклоняет ряд вопросов, в частности, те вопросы, которые не требуют специальных познаний. Экспертизу будет проводить Центр преминюсти РФ. Из заявленного защиты списка экспертов к исследованию привлекли только Марину Андрейкину и Видман Таса Селюнайса. 11.8. Суд считает необходимым назначить комплексную экспертизу и привлечь к ее производству специалистов. 11.7. Прокурор предлагает выяснить, был ли ущерб государству, каков он был. Судья переходит к заключительной части постановления. 11.6. Адвокаты, как следует из постановления, считают, что экспертиза должна проводиться в Центре преминюсти РФ. К ней, по мнению защиты, должны быть привлечены специалисты в области культуры. Подсудимые поддержали своих защитников, читает судья. Затем она переходит к вопросам, которые задали перед экспертами прокуроры. Они предлагали ограничиться только экономической экспертизой, переводились ли на расчетные счеты ряда фирм, а затем обналичивались ли эти средства, какие экономические последствия наступили. 11.1. Далее в постановлении говорится, что адвокат Лусенко ходатайствовал о проведении экспертизы в ООО «Консалтинговый центр ВЕТА», а адвокаты Харитонов, Карпинская и Поверинова просили суд провести комплексную экспертизу. По их мнению, эта экспертиза должна дать ответы, какое число мероприятий было на платформе, сколько было занято в проекте людей, какая была аудитория, каково количество публикаций СМИ о платформе, каковы социальные последствия проведения проекта, сколько было потрачено на зарплаты сотрудникам, каковы выплаченные налоги, сколько наличностью ушло на гонорары, авторские вознаграждения, какова рыночная стоимость оборудования была на тот момент, аренды помещений. Рекламы, пресс-конференции, сопровождение текущей деятельности бухгалтерии, расходов на гостиницы, какова рыночная стоимость мероприятий на платформе. 10.58. Таким образом, подсудимые в 2011-2013 году изъяли и обратили в свою пользу 133 миллиона рублей, говорится в постановлении. 10.57. Судье продолжает читать постановление об экспертизе. Число листов в ее руках заметно уменьшилось. Тем временем из зала с телефоном в руках вышла прокурор Надежда Игнатова. Судье остался слушать второй представитель гособвинения Олег Лавров. 10.36. На сегодняшнее заседание пришли около 30 слушателей. Постановление они слушают молча, в зале звучит только голос судьи. Когда проходят смены судебных приставов в зале, на них все обращают внимание, поскольку те громко хлопают дверью. 10.28. В руках у судьи ежедневник, на нем плотная пачка листов. Когда лист прочитан полностью, судья переворачивает его и кладет на стол перед собой. Затем начинает читать следующий лист. 10.25. Судье продолжает читать постановление, в начале которого перечисляется, в чем именно обвиняются подсудимые. Серебренников подписал соглашение с Минкультом о предоставлении субсидий на 2013 год 70 миллионов рублей, говорится в постановлении. В дальнейшем Серебренников подписал ДОП соглашение с Минкультом об изменении планов финансирования мероприятий платформы, отмечает судья. По ее словам, затем Минкульт перевел на счет седьмой студии 40 миллионов рублей. Серебренников путем дачи указания и тяну, Малобродскому, Вороновой перевел деньги и Псенельникову, тот их обналичил и передал Мысляевой, зачитывает постановление судья. Такая же схема была проведена не только в 2013, но и в 2011, 2012 и в 2014 годах, говорится в постановлении. 10.16. Судья, читая постановление, перечисляет, сколько денег было перечислено на счет седьмой студии в Альфа-банке. Затем в постановлении говорится, что Серебренников поручил перевести деньги на счет Ипсенельникова, тот обналичил деньги и передал их Масляевой. Находясь в неустановленном месте, в рамках единого корыстного умысла Серебренников подписал соглашение с Минкультуры РФ о предоставлении субсидии. Затем называется сумма субсидии и дополнительное соглашение. Текст постановления сильно похож на текст обвинительного заключения, которое на первом заседании зачитал представитель прокуратуры. 10.12. Судья, читая постановление, стоя с ручкой в руках. Все ее, как и положено, также слушают стоя. 10.9. В начале постановления перечисляются имена и фамилии подсудимых, затем называются адвокаты каждого, после говорится, в чем они, подсудимые, обвиняются. 10.7. Секретарь три раза постучала в диверсудьи, та вышла. Аккуратова читает постановление о назначении экспертизы. 10.6. Прокуроры Олег Лавров и Надежда Игнатова прошли в зал. За ними пригласили участников, затем всех остальных. 10.1. Прибыл Кирилл Серебренников. 9.54. Пришел Алексей Малобродский. 9.49. В 9.45 пришли подсудимые Юрий Етин и его засчитанник Юрий Лысенко, чуть раньше подсудимая Софья Апфельбаум и ее адвокат Ирина Паверинова. Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова пока не видно. Заседание назначено на 10 часов. 9.47. Сегодня судья Ирина Аккуратова зачитает постановление о назначении новой экспертизы по делу. Из постановления станет ясно, каков будет характер и объем этой экспертизы. Ранее гособвинение просило провести только экономическую экспертизу, а защиту экономическую и социоискусствоведческую. О необходимости новой экспертизы судья Ирина Аккуратова заявила 5 февраля сразу после того, как гособвинение огласило результаты содержащейся в деле экспертизы. Эту экспертизу проводила специалист Татьяна Рафикова из некоммерческого частного партнерства коллегии ревизоров, экспертов и специалистов НПК РЭС. Именно в этой экспертизе говорится о неясном характере расходования 133 миллиона рублей. Из 213 миллионов рублей, выделенных Минкультом на проект платформа. На основе этой экспертизы следствие сделало вывод о хищении 133 миллиона рублей. Руководством седьмой студии. Раньше всех на сегодняшнее заседание по делу седьмой студии пришел представитель гособвинения прокурор Олег Лавров. Он зашел в лифт и поднялся на шестой этаж. Кирилл Серебренников, режиссер, худрук Гогольцентра, создатель седьмой студии и проекта платформа Slash StrongBR. 23 мая 2017 года в квартире Серебренникова и в Гогольцентре прошли обыски. 22 июня 2017 года он был арестован по обвинению в мошенничестве. По версии обвинения, седьмая студия была создана Серебренниковым и его партнерами для хищения госсредств, выделенных на проект платформа. Сумма ущерба оценивается в 133 миллионах. Рубль. Режиссер вину не признает. Кирилл Серебренников, режиссер, худрук Гогольцентра, создатель седьмой студии и проекта платформа. 23 мая 2017 года в квартире Серебренникова и в Гогольцентре прошли обыски. 22 июня 2017 года он был арестован по обвинению в мошенничестве. По версии обвинения, седьмая студия была создана Серебренниковым и его партнерами для хищения госсредств, выделенных на проект платформа. Сумма ущерба оценивается в 133 миллионах. София Пфельбаум, директор Российского молодежного академического театра, РАМТ, и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры. В октябре 2016 года предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2011-2014 годах от имени Минкульта подписывала распоряжение о выдате субсидий в размере 214 миллионов рублей. Вину не признает. София Пфельбаум, директор Российского молодежного академического театра, РАМТ, и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры. В октябре 2016 года предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2011-2014 годах от имени Минкульта подписывала распоряжение о выдате субсидий в размере 214 миллионов рублей. Вину не признает. Фото, коммерсант, Глеб Щелкунов. Алексей Малобродский, экс-генеральный продюсер 7-й студии Slash StrongBR. 19 июня 2017 года задержан по подозрению в хищении субсидии, выделенной на постановку «Сон в летнюю ночь». 9 августа 2017 года Малобродскому и двум другим фигурантам дела было предъявлено расширенное обвинение. 10 мая 2018 года был госпитализирован из зала суда с тяжелой патологией сердца. В мае того же года переведен под домашний арест по состоянию здоровья. Вину не признает Алексей Малобродский, экс-генеральный продюсер 7-й студии 19 июня 2017 года задержан по подозрению в хищении субсидии, выделенной на постановку «Сон в летнюю ночь». 9 августа 2017 года Малобродскому и двум другим фигурантам дела было предъявлено расширенное обвинение. 10 мая 2018 года был госпитализирован из зала суда с тяжелой патологией сердца. В мае того же года переведен под домашний арест по состоянию здоровья. Юритин, экс-директор 7-й студии Slash StrongBR. 24 мая 2017 года задержан по обвинению в фальсификации договора с компанией «Инфостиль». Согласно свидетелям обвинения, в 2011-2014 годах по указанию Кирилла Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывались мероприятия проекта «Платформа», информация о количестве и стоимости которых была завышена. Вину не признает. Юритин, экс-директор 7-й студии. 24 мая 2017 года задержан по обвинению в фальсификации договора с компанией «Инфостиль». Согласно свидетелям обвинения, в 2011-2014 годах по указанию Кирилла Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывались мероприятия проекта «Платформа», информация о количестве и стоимости которых была завышена. Вину не признает. Фото, коммерсант, имиджа Феаров. Екатерина Воронова, продюсер 7-й студии «Слеш». По версии обвинения, вместе с Малобродским и Мысляевой по указанию Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывала мероприятие проекта «Платформа» с целью хищения госредств. 28 сентября 2017 года была заочно арестована Басманным судом Москвы. Находится в международном розыске. Екатерина Воронова, продюсер 7-й студии. По версии обвинения, вместе с Малобродским и Мысляевой по указанию Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывала мероприятие проекта «Платформа» с целью хищения госредств. 28 сентября 2017 года была заочно арестована Басманным судом Москвы. Находится в международном розыске. Фото, личная страница Екатерины Вороновой в Фейсбук. Нина Мысляева, главный бухгалтер 7-й студии, главный свидетель обвинения «Слеш». 23 мая 2017 года задержана за фальсификацию договора 7-й студии с компанией «Инфостиль» на сумму в 1,3 миллиона рублей, выделенных государством. 8 июня того же года признала вину и пошла на сделку со следствием. Нина Мысляева, главный бухгалтер 7-й студии, главный свидетель обвинения. 23 мая 2017 года задержана за фальсификацию договора 7-й студии с компанией «Инфостиль» на сумму в 1,3 миллиона рублей, выделенных государством. 8 июня того же года признала вину и пошла на сделку со следствием. Фото, коммерсант Ирина Бужор. Александр Лавров, следователь, полковник юстиции «Слеш» «Строн Биа», приступил к расследованию в конце июля 2017 года после передачи дела в центральный аппарат СКР. В мае 2018 года завершил расследование дела 7-й студии. В апреле 2018 года повышен до старшего следователя по особо важным делам СКР Александр Лавров, следователь, полковник юстиции, приступил к расследованию в конце июля 2017 года после передачи дела в центральный аппарат СКР. В мае 2018 года завершил расследование дела 7-й студии. В апреле 2018 года повышен до старшего следователя по особо важным делам СКР «Фото», коммерсант Дмитрий Каратаев, Надежда Игнатова и Олег Лавров, прокуроры, представители гособвинения по делу 7-й студии «Фото», Кирилл Рябчиков, Рапси, Ирина Куратова, судье по делу 7-й студии «Слеш» «Стронг Биа», назначена судьей Мещанского районного суда 2-го сентября 2002 года Ирина Куратова, судье по делу 7-й студии «Назначена судьей Мещанского районного суда 2-го сентября 2002 года «Фото», коммерсант Александр Коряков, Валерий Печенко, юрист, свидетель стороны обвинения «Слеш» «Стронг Биа», по просьбе Нины Мысляевой искал обнальщиков. Утверждает, что деньги для 7-й студии обналичивались через него с середины 2012 по конец 2013 года, или до апреля 2014 года, однако непосредственно обналичиванием не занимался необходимой суммы, сообщал знакомому Дорошенко, который через подконтрольные фирмы получал деньги и передавал их пачками, завернутыми в несколько пакетов. Валерий Печенко, юрист, свидетель стороны обвинения. По просьбе Нины Мысляевой искал обнальщиков. Утверждает, что деньги для 7-й студии обналичивались через него с середины 2012 по конец 2013 года, или до апреля 2014 года, однако непосредственно обналичиванием не занимался необходимой суммы, сообщал знакомому Дорошенко, который через подконтрольные фирмы получал деньги и передавал их пачками, завернутыми в несколько пакетов. Валерий Синельников, индивидуальный предприниматель с Леш-Стронг Биа, по его словам, отношения с 7-й студией у него возникли в 2011 году, работал преимущественно с Мысляевой, с которой у него были дружеские отношения, обналичивал деньги и отвозил ей, на сумму около 25 миллионов рублей. Кроме Нины Мысляевой, был знаком с Алексеем Мысляевой, с которой у него были дружеские отношения, обналичивал деньги и отвозил ей, на сумму около 25 миллионов рублей. Кроме Нины Мысляевой, был знаком с Алексеем Малобродским. Фото, Ольга Добрина. Дмитрий Дорошенко, свидетель обвинения с Леш-Стронг Биа, по его словам, обналичивал нужные суммы и передавал Печенко по его просьбе. В ходе допроса в суде заявил, что знает Серебренникова по телевизору Дмитрий Дорошенко, свидетель обвинения по его словам, обналичивал нужные суммы и передавал Печенко по его просьбе. В ходе допроса в суде заявил, что знает Серебренникова по телевизору фото, коммерсант, Роман Дорофеев. Лариса Войкина, свидетель обвинения с Леш-Стронг Биа, на суде она рассказала, как уничтожила бухгалтерскую отчетность по просьбе генерального продюсера Екатерины Вороновой. По словам госпожи Войкиной, это было распоряжение Кирилла Серебрянников Лариса Войкина, свидетель обвинения на суде. Она рассказала, как уничтожила бухгалтерскую отчетность по просьбе генерального продюсера Екатерины Вороновой. По словам госпожи Войкиной, это было распоряжение Кирилла Серебрянников фото, коммерсант, Роман Дорофеев. Кирилл Серебрянников Кирилл Серебрянников, режиссер, худрук Гоголь-центра, создатель седьмой студии и проекта платформа. 23 мая 2017 года в квартире Серебрянникова и в Гоголь-центре прошли обыски. 22 июня 2017 года он был арестован по обвинению в мошенничестве. По версии обвинения, седьмая студия была создана Серебрянниковым и его партнерами для хищения газсредств, выделенных на проект платформа. Сумма ущерба оценивается в 133 миллионах. Рубль Режиссер вину не признает Фото, коммерсант София Пфельбаум, директор Российского молодежного академического театра, РАМТ, и экс-руководитель Департамента господдержки искусства Минкультуры. В октябре 2016 года предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2011-2014 годах от имени Минкульта подписывало распоряжение о выдате субсидий в размере 214 миллионов рублей. Вину не признает. Фото, коммерсант. Алексей Малобродский, экс-генеральный продюсер седьмой студии. 19 июня 2017 года задержан по подозрению в хищении субсидии, выделенной на постановку «Сон в летнюю ночь». 9 августа 2017 года Малобродскому и двум другим фигурантам дела было предъявлено расширенное обвинение. 10 мая 2018 года был госпитализирован из зала суда с тяжелой патологией сердца. В мае того же года переведен под домашний арест по состоянию здоровья. Вину не признает. Фото, коммерсант. Юритин, экс-директор седьмой студии. 24 мая 2017 года задержан по обвинению в фальсификации договора с компанией «Инфостиль». Согласно свидетелям обвинения, в 2011-2014 годах по указанию Кирилла Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывались мероприятия проекта «Платформа», информация о количестве и стоимости которых была завышена. Вину не признает. Фото, коммерсант. Екатерина Воронова, продюсер седьмой студии. По версии обвинения, вместе с Малобродским и Мысляевой по указанию Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывала мероприятие проекта «Платформа» с целью хищения госредств. 28 сентября 2017 года была заочно арестована Басманным судом Москвы. Находится в международном розыске. Фото, личная страница Екатерины Вороновой в Фейсбук. Нина Мысляева, главный бухгалтер седьмой студии, главный свидетель обвинения. 23 мая 2017 года задержана за фальсификацию договора седьмой студии с компанией «Инфостиль» на сумму в 1,3 миллиона рублей, выделенных государством. 8 июня того же года признала вину и пошла на сделку со следствием. Фото, коммерсант. Александр Лавров, следователь, полковник юстиции. Приступил к расследованию в конце июля 2017 года после передачи дела в центральный аппарат СКР. В мае 2018 года завершил расследование дела седьмой студии. В апреле 2018 года повышен до старшего следователя по особо важным делам СКР. Фото, коммерсант. Надежда Игнатова и Олег Лавров, прокуроры. Представители гособвинения по делу седьмой студии. Фото, Кирилл Рябчиков, Рапси. Ирина Куратова, судье по делу седьмой студии. Назначена судьей Мещанского районного суда 2 сентября 2002 года. Фото, коммерсант. Валерий Печенко, юрист, свидетель стороны обвинения. По просьбе Нины Мысляевой искал обнальщиков. Утверждает, что деньги для седьмой студии обналичивались через него с середины 2012 по конец 2013 года, или до апреля 2014 года. Однако непосредственно обналичиванием не занимался необходимой суммы, сообщал знакомому Дорошенко, который через подконтрольные фирмы получал деньги и передавал их пачками, завернутыми в несколько пакетов. Фото, из личного архива Валерия Печенко. Валерий Синельников, индивидуальный предприниматель. По его словам, отношения с седьмой студией у него возникли в 2011 году, работал преимущественно с Мысляевой, с которой у него были дружеские отношения и обналичивал деньги и отвозил ей, на сумму около 25 миллионов рублей. Кроме Етина и Масляевой, был знаком с Алексеем Малобродским. Фото, Ольга Добрина Дмитрий Дорошенко, свидетель обвинения по его словам, обналичивал нужные суммы и передавал Печенко по его просьбе. В ходе допроса в суде заявил, что знает Серебренникова по телевизору фото, коммерсант Лариса Войкина, свидетель обвинения на суде. Она рассказала, как уничтожила бухгалтерскую отчетность по просьбе генерального продюсера Екатерины Вороновой. По словам госпожи Войкиной, это было распоряжение Кирилла Серебренникова фото, коммерсант смотреть минус только самое важное от твердой знак на имейл.